МОДА НА РУССКОЕ Сегодня улица эта носит название Ленина, а в прежние времена именовалась Болховской. Праздником повеялось с приходом моды на русское. На одной стороне улицы днем в субботу расположились сувенирные лавки, так что любой желающий мог не только присмотреть себе изделия ручной работы, но и прикупить понравившиеся. Фестиваль дал старт череде мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения орловчанина, выдающегося писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Не случайно в этом международном празднике приняли участие все учреждения, носящие его имя. Годом на русское мы открываем год празднования, год честного, год осмысления творчества Ивана Сергеевича Тургенева. Но фестиваль и на то международный, что ознаменован приездом иностранного гостя. С открытием орловчан поздравлял француз. Очень рад, что я сегодня присутствую среди вас и принимаю участие в первом международном фестивале «Мода на русское». Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Нельзя сказать, что фестиваль проходил только в одном месте. Практически весь город затянула «Мода на русское». Орловчане стали участниками модного показа от ученицы Вячеслава Зайцева, которая своим моделям в уста вложила под цветку. Нелли Калашникова живет в Орле. За последние три десятилетия ее имя стало настоящим брендом. Многие орловчанки хотели бы одеваться у Калашниковой. Выступление губернаторского симфонического оркестра вальсирующей пары, где удам платье с кринолином. Орловчане не верили, что такое может быть в Орле. В воздухе витал настоящий дух 18 века. Именно атмосфера того времени и понравилась пришедшим на международный фестиваль «Мода на русское». Вы видите, какие у нас впечатления? Мы очень. Я впервые участвую на такое мероприятие в городе Орле. Это здорово. Надо чаще устраивать. Это такое настроение. Это есть куда пойти. Иначе слышишь только в одном городе, в другом городе, а в Орле ничего. Очень здорово. Все понравилось вообще. То есть все интересно было. Посмотрели, платья очень красивые. Еще мне понравились, которые в платьях были тети. «Мода на русское». Идея провести фестиваль и дать ему именно такое название принадлежит орловчанкам. Журналисту Ирине Никишонковой и руководителю фонда «Культурное движение» Елене Шаренковой. Организаторы говорят, захотелось провести мероприятие даже не регионального, не российского масштаба, а международного. Идея прошла очень давно, уже год с ней боремся и работаем. Возникла идея вообще сотворить праздник, посвященный юбилею Тургенева. Поскольку Тургенев является, как мы говорим, народным дипломатом, который просвещал европейскую интеллигенцию и давал им возможность мыслить по-русски, думать о русской жизни, о русской культуре, о русской женщине, частью которого является все-таки наше мероприятие «Тургеневская девушка». Мы подумали, что такой первый русский и «Мода на русское» – это очень актуально в этой теме. К удивлению организаторов, «Моду на русское» поддержали в Министерстве иностранных дел. Многие кинорежиссеры высказались за проведение фестиваля именно на родине писателя. Я еще такого названия не слышал, но оно, на мой взгляд, очень правильно отражает то, что происходит сегодня в мире. И наше искусство, русское искусство во всем мире действительно пользуется настоящей любовью. Пожелать фестивалю, который впервые будет проходить в Орле, хорошей-хорошей, счастливой дороги. Надеюсь, что он будет теперь ежегодным фестивалем. Я даже думаю, что имело бы смысл, чтобы этот фестиваль не только был в рамках замечательного города Орел, но и чтобы он имел дорогу в мир, чтобы было такое эхо этого фестиваля. Уважаемые участники Международного фестиваля «Мода на русское», дорогие друзья, предстоящий 2018 год для России наполнен множеством знаменательных событий и одно из них, без всякого сомнения, это 200-летие со дня рождения великого русского писателя и уроженца, гостеприимной и щедрой на таланты Орловской земли Ивана Сергеевича Тургенева. А когда орловчане узнали об инициативе учреждения Тургеневской премии, только ленивый не связывал ее с политикой. Сами организаторы не отрицали. Премия должна вручаться, по нашему мнению, Российской Федерации. Для нас это еще раз показать, насколько богата Россия своими, не только природными ресурсами, но таким духовным составляющим, культурой своей. Мы думаем, что сейчас... Эта идея вообще видала, я думаю, очень давно в головах многих, но, наверное, наступило то самое время, когда вот она может жить. Ее учреждение обсуждали в музее писателей-орловцев. Тургеневскую премию необходимо присуждать за популяризацию русской классики за рубежом, за продвижение отечественной культуры. Сегодня именной государственной премии в области литературы нет, и было бы неплохо ликвидировать такой пробел. То, что было бы хорошо нам стать инициаторами Тургеневской премии, я думаю, сегодня это будет предметом нашей заинтересованной дискуссии, поскольку, на самом деле, я правда не знаю, о какой премии мы сегодня говорим, потому что у нас была литературная премия, три литературных премии по именам наших медицинских писателей, и их мы выручали вместе с нашими отделениями в связи с писателем. Напомним, что инициативу орловчан уже оценили в меди и Минкульте, но до премии пока далеко. Орловчане же, участвующие в фестивале, с удовольствием читали Тургенева. Кинотеатр «Победа» стал еще одной площадкой, где можно было посостязаться в знании биографических моментов из жизни писателя, а также его творчество, почитать любимого Тургенева на публике. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая. Несомненно, центральным событием международного фестиваля стал региональный конкурс «Тургеневская девушка». А посмотреть сегодня было, на что признавались орловчане. Некоторые даже сумели взять уроки русского бала. Девять претенденток из разных регионов ЦФО блистали на сцене Орловского драматического театра имени Тургенева. Выступления носили дивертисментный характер, поскольку конкурс был вовсе не отборочным этапом, а уже финалом. Девушки боролись за путевку в Париж. Но оказалось, что настоящая тургеневская девушка себя отлично чувствует только в одном месте. И место это Париж. Поэтому разрешите представить вам главный приз. С помощью орловской местной фирмы «Аэротур» и общества граничной ответственностью «Аккорд» мы представляем главный приз «Недельное путешествие в Париж» по тургеневским местам. Все в этом вечере было так или иначе связано с именем писателя. Фестиваль открыл череду мероприятий к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. А потому вместо интеллектуального конкурса девушки упражнялись в знаниях биографии писателя. Назовите любимое занятие писателя, конечно, не художественное творчество. Но в итоге подарки получали не только девушки-претендентки названия Тургеневской. Да и музею писателя тоже досталось полотно с изображением неизвестных представителей тургеневской эпохи. Организаторы не стали называть тургеневскую девушку конкурсом красоты. Он стал неким состязанием на знание этикета, языков, грации. Девушкам было предложено станцевать вальс, польку, катильон. Отдельного внимания заслуживает танцевальная постановка с выбором наряда. Все девушки хороши, но судьи под председательством Анны Ливановой предпочтение отдали Анне Кутняк. Студентка из Белгорода получила сертификат на недельное путешествие в Париж. Остальные девушки отправятся в Санкт-Петербург. По-моему, это настолько удачная организация. Это настолько все было великолепно. Вот у меня все время слезы в глазах. Я давно уже такого. Все замечательно, все неожиданно, что у нас в Орле такое, как говорится, мероприятие проходит. Поразило, конечно, сами конкурсанты. Все разные, все по-своему обаятельные. Я вчера не была, смотрела только концерт. Мне очень понравилось. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.